Меня сейчас беспокоит и мне хотелось бы, я заинтересован в разговоре о демократических ценностях в условиях демократии, я хотел бы перед вами поставить эти вопросы, рассказать о том, что меня беспокоит и тревожит, и попробовать с вами вместе пообсуждать это, обменяться мнениями, проанализировать все, о чем я скажу, почему я об этом заявляю, причина вот в чем, я не могу от вас скрыть следующего, после долгих лет, а лет мне уже немало, я не скажу вам сколько на самом деле лет, чтобы вы не пугались, но после долгих лет работы в политической жизни, борьбы в моей стране за демократию, за свободу, после того, как мы добились всего этого, несмотря на трудности, после того, как мы встроились как страна в Европу, Европа в тот момент еще выстраивалась тоже, строилась и после всех этих усилий, после всего пройденного пути для строительства Европы, после падения Берлинской стены, после кончины советской системы, появления других стран, которые присоединились к идее большой Европы или более крупной Европы, после всего этого, а процесс этот был длинный, сложный, нелегкий, вы это прекрасно знаете, было немало кризисов на этом пути, но казалось, что в ходе этого процесса идеи наши были очень ясны и четки, всем нам казалось, я говорю всем нам, имею ввиду наше общество и правителей, и главным благом являлась демократия, как политическая система, как система, в которой все мы могли двигаться вперед в свободном обществе и не должны были устраивать конфронтацию, войны и конфликты. Демократия для моего поколения, как и для вас, собственно, была священным благом, потому что мы выходили из туннеля времени, из тьмы, из мрака, мы выходили из диктатуры, и мы выходили из царства лжи, лицемерия, боли и скорби многих людей, и выходили мы из этого мира к будущему, к возможности строить общество, в котором все мы, независимо от образа наших мыслей или от нашей собственной истории и прошлого, где мы могли бы все жить вместе. Все это в масштабе страны, стране, которая пережила на протяжении своей истории множество войн. В Испании было много гражданских войн, внутренних войн. Испания пролила много крови на своей территории. По конфликтам не только внешних, но и внутренних среди испанцев. Приход демократии означал для нашего поколения некий важный фактор, не забывать, что происходило, не забывать наши истории, но выстраивать будущее. И по мере возможности уметь прощать, прощать тех, которые лишили нас свободы в течение долгого времени, это нелегко, это такое упражнение сложное, но мы добились этого, нам удалось это сделать. Коммунисты, социалисты, демокристиане, монархисты, франкисты даже некоторые. Все вместе мы строили демократию, выстроили испанскую систему с 1978 года по сегодняшний день. Период этот, наиболее длительный период демократии, свободы, мира в Испании. И вот эта идея привела нас в Европу, потому что Европейский союз нынешний был отражением нашей надежды. Европа также выходила тогда из войны, из двух мировых войн. Мы говорили о том, что нам не надо больше войн, что люди должны жить в свободе, в мире, что мы должны уважать друг друга, независимо от нашей религии, идеологии, национальности. Это велик успех Жанна Муне и основателей Единой Европы не возвращаться к конфликтам с тем, чтобы мы жили все вместе. Приключение было сказочно, фантастическое, когда мы вступили в этот проект, и Европа действительно строилась тогда. И в такой Европе, работая в Совете Европы, известном вам, в который входят страны, не являющиеся членами Евросоюза, которые также хотят жить в условиях демократии и хотят соблюдать права человека и правового государства. Совет Европы – это великий центр, международный центр защиты прав человека и правового государства. Это важно настолько же, насколько важно человеческое достоинство, потому что там, где достоинство человека не уважается, там возникает диктатура. И в течение долгих лет мы с прекрасной мечтой строили эту единую Европу, свободное передвижение людей, товаров. И мы выстраивали общую безопасность и пытались идти вперед. И все это выстраивалось вокруг общей концепции демократии, потому что если Европа что-то из себя представляет, то это не просто экономический проект, но проект этот экономический, очень важный и крупный. Сейчас это регион мира, где наибольшее богатство создается, экономическое, хотя население сокращается, это серьезная проблема. Но это экономическая держава, вероятно, это первая экономическая держава в мире, но этого недостаточно. Европа должна быть также державой в смысле идей свободы, демократии, соблюдения правового государства и гарантий людей. Именно такая модель экономическая и политическая разница с другими регионами – Азия, Африка, Латинская Америка. В Европе мы движемся в экономическом плане вперед, пытаясь совмещать это с социальной реальностью, с справедливым распределением богатства для всех. И мы продвигаемся также в общеполитической модели. Это очень нелегко. Зачастую бывает два шага вперед и шаг назад, референдумы, которые проваливаются нередко, но мы всегда старались идти вперед. И всегда вокруг идеи демократии, вокруг чего-то большего, вокруг идеи совместной преданности ценностям. А ценности – это не просто слова. Это основополагающие элементы, на которых основывается вообще наша жизнь. Ценность свободы, ценность справедливости, юстиции, равноправие, соблюдение правового государства. Все это основные элементы, составляющие нашу модель жизни, социальной и политической. Если эти ценности уважают в основной части их содержания, демократия не подвергается опасности, не подпадает под угрозу. А это демократия, которая системой включает всех нас. Всех, независимо от того, как и что мы думаем. Но когда ценности начинают рассеиваться, когда ценности нашего общества возникают противоречия, возникают проблемы, возникает непонимание, и подвергается опасности существеннейшая вещь, а именно сама модель. А если модель в опасности, в опасности все пространство тех, кто живет в виде на Европе. Почему в опасности? Потому что очевидно, что в последнее время в европейском пространстве и в пространстве национальных государств мы это видим, и в пространстве регионов Европы мы наблюдаем это. и сами делайте выводы для вашей же страны. Что происходит? Мы переживаем кризис не только экономический, это очевидно. Этот экономический кризис, который начался в 2008 году в США, потряс Европу сверху донизу и привел к тому, что Европа засомневалась в некоторых своих фундаментальных устоях. Потому что экономический кризис сопровождался тем, что Европе пришлось работать с кризисами за пределами европейской территории, войны, вооруженные конфликты, экономические кризисы также не менее серьезные, которые наводнили Европу волнами экономической эмиграции и политической эмиграции беженцев. Таким образом, в некие достаточно деликатные моменты для внутренней жизни каждой страны, когда в стране есть экономический кризис, общество растеривается, общество страдает. и трудно кому-то объяснить потерявшему работу и не способному найти работу, и его дети тоже не могут найти работу, и он получает пособие и ни на что не может надеяться, потому что возраст уже не позволяет найти ему работу достаточно легко, а молодежи приходится уезжать из страны искать работу где-то за пределами своей страны. Трудно его успокоить, сказать подождите, демократия это стабильная, устойчивая, представительная система и не ищите других выходов и решений, вариантов. Не надо поддаваться вариантам раздражения, отчаяния или легких, простых месседжей, месседжей ненависти даже или месседжей конфронтации, противостояния, создается благодатная почва очень легко для этих настроений. И все это привело на нашем континенте к краху, серьезному краху системы политического представительства. Традиционные партии не сумели откликнуться на это раздражение, на это отчаяние общества. Они достаточно окостенели партии в своих традиционных структурах, они закрылись, замкнулись в себе, их контролирует партийный аппарат, и они решают в собственном кругу будущее глобальной политики, и вдруг они столкнулись с возникновением новых политических течений. Это происходило и в Испании, во Франции, и происходит в других странах. это уже не социалистические левые, не традиционные правые. Возникают новые партии. Некоторые построены на популизме, на простом популизме, некоторые поднимают знамена центризма, но там уже молодежь работает, и они в политическом плане растут заметно, и это все происходит в контексте, который в европейском масштабе еще более усложняется. То, что я вам сказал, Франция, классический пример. Во Франции исчезла традиционная правая силы, проиграли традиционные правые силы, проиграли традиционные левые силы, до такой степени, что соцпартия во Франции практически исчезает, уже перестала быть крупной партией, и возникает новая политическая сила с новым президентом, и посмотрим, куда они придут в итоге. Нечто схожее происходит в других европейских странах в Великобритании, лейборизм, потерпел крах в Испании, серьезный политический кризис, то есть обычные традиционные ценности политические в кризисе, но в Европе есть и другие виды кризиса, которые нас беспокоят. Я, как комиссар по правам человека, объехал много стран, работал во многих странах, и я могу сказать, что сейчас в Европе есть страны, которые отказываются принять европейские ценности. европейские ценности, которые зафиксированы в договоре о Союзе во второй статье договора о Евросоюзе, вспомните, что гласит эта статья. Евросоюз основывается на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая право людей, принадлежащих к меньшинствам. Вот кодекс ценностей, и мы считали, что все европейцы разделяют эти ценности, это был наш генетический код политический, и в этом мы все вроде бы совпадали, и это было абсолютно священным чем-то, и это нас отличает от диктатуры, от авторитарной системы. Сами посмотрите примеры, где демократия переживает кризис идентичности, идет к авторитаризму, в Европе есть такие примеры, но в Латинской Америке Венесуэла четкий пример глубочайшего кризиса, несоблюдения демократических ценностей, принципов работы, демократии, все это приводит к конфронтации, даже вооруженной конфронтации между гражданами. Так вот, эти ценности, о которых мы говорим, записаны в договоре о Евросоюзе, это наш священный кодекс, который отождествляет нас с европейской демократией, но что все-таки происходит на деле? А происходит то, что некоторые страны не принимают этого кодекса. Формально вроде бы да, они приняли эти принципы, вошли в Евросоюз, Совет Европы, но в момент применения соблюдения основного содержания этих прав, они пытаются превратить демократическую систему в инструмент единомыслия, в инструмент не уважающий эти ценности, который ведет к формальной демократии, к системе, в которой не все представлены. Ведь недостаточно сказать, вот мы демократия формально в Испании при Франко, у нас была так называемая органическая демократия, диктатор был счастлив, у нас органическая демократия, которую он контролировал, а мы не были включены в эту демократию органическую, так называемую, нет? То есть названия недостаточно для того, чтобы у страны то, что у нее есть формально демократическая конституция, не означает, что жизнь в этой стране демократическая. Все зависит от того, как политические силы толкуют ценности и насколько они соблюдают пространство другого и насколько они уважают иное мышление, иные верования, и насколько они уважают достоинства людей, будь то представители одной религии или другой, независимо от их сексуальной ориентации, независимо от того, какой у них цвет кожи, этническое происхождение и так далее. Это все очень важно. Вот ценности. И именно ценности создают демократию. Когда мы начинаем принимать решения противоречащие ценности, противоречащие справедливости, равноправию, свободе и уважению достоинства другого, здесь мы выхолачиваем систему. Мы затрагиваем сердцевину Европейского Союза. Я скажу еще более четко. Совершенно тревожно и беспокоит нас возникновение в некоторых странах Европы ксенофобских движений, российских движений, гомофобных движений. Причем сила, которую мы видим в этих движениях неведомо нам до сих пор было, и мы видим это в Германии, в Великобритании, в Голландии, во Франции, во Франции, в стране свободы и демократии, во Франции президентом страны чуть не выбрали женщину, которая возглавляет крайне правую партию, российскую, ксенофобскую и гомофобную партию и антиевропейскую партию. Почему? Потому что эта партия отразила раздражение многих людей, которые чувствовали себя в экономическом плане неуютно, в частности, некоторые секторы прежней компартии, иными словами, это люди, которые потеряли понятие о фундаментальных ценностях демократии, и они голосовали за антидемократическую систему, и пришлось объединиться остатком традиционных правых сил с социалистами, чтобы избежать избра... и чтобы выбрать президента из числа тех, кто не принадлежал ни к одной из этих партий, но что происходит в Германии, в Тихомолку, но многие группы поджигают приюты для беженцев, снова рисуют свастику, ненависть, ксенофобия, расизм. В Европе, в Евросоюзе есть страны, которые вопреки принципам создают границы, чтобы не прошли иммигранты и беженцы, тогда как право беженца и право на приют неотъемлемое право в Европе. В Европе есть страны, новые члены Евросоюза принимают решение о сокращении прав парламента или конституционного суда, или ограничивая права журналистов, или ограничивая право на демонстрации. Иными словами, они проводят явно антидемократическую политику до такой степени, что в Евросоюзе и Брюсселе пришлось напомнить господину Урбану Венгрии, президенту Венгрии, что возможно к нему будет применена статья 7 договора о Евросоюзе, если он не исправит свое поведение, абсолютно антидемократическое поведение. Это означает, что его могут лишить, Венгрия мог лишить права голоса в Совете. Никогда такого не было. И Евросоюз уподобляется некому неповоротливому слону, который медленно принимает решения. И господин Урбан уже много лет ограничивает фундаментальные права в Венгрии и другие страны тоже. Я не буду их упоминать. Почему? Потому что уже не соблюдается основное содержание ценностей равноправия, свободы, права на другое мнение, права на свободу печати. И это очень важно ведь. Свобода печати информации. Потому что демократическая система, свободная система не может работать, если нет права на критику. Право на более или менее сильную критику политически нас всегда критиковали, но я продолжал бы до конца бороться за право журналиста свободно выражать свое мнение и право на свободную критику. Я уже буду сам себя защищать, но абсолютно важно, чтобы свобода слова в демократической стране работала. Свобода собраний, свобода критики, свобода общества на выражении своего мнения. и здесь никаких ограничений НПО недопустимо. Говорить, что они враги или какие-то агенты, это невозможно, потому что это все продукт единомысля или мыслительного тоталитаризма. Общество свободно организуется, должно иметь организации такие, как собрала сегодня здесь, которые свободно могут мыслить, а если нам не нравится результат в этом заключается, демократия, давайте обсуждать это, давайте об этом говорить, но нельзя пытаться править, затыкая рот или подавляя мысль других. Итак, в Европе мы не идем по этому пути, я бы не сказал так, но есть определенные признаки, показывающие, что мы нам не удалось передать ценности. Мы по окончании мировой войны думали, что настолько уж очевидно, что тоталитарные системы недопустимы, нам казалось, что настолько ясно, что фашизм, нацизм недопустимы, мы думали, что это не сможет снова возникнуть, однако это возрождается, возникает антиевропейские движения, возникают националистические реакционные движения, как Стефан говорил в своих мемуарах, эти националистические движения, которые привели к Первой мировой войне, а потом ко второй, эти призраки возвращаются, вновь возникают в той или иной форме. А почему? Потому что мы в школах не передали новым поколениям, что демократия это не абсолютное благо, которое вы один раз завоевали достаточно. Нет, демократию надо защищать ежедневно и более того, особенно в нормальных условиях, потому что в кризисных условиях мы все такие хорошенькие, мы можем объединиться, можем защищаться, можем преодолеть кризис, но потом мы забываем, что надо продолжать строить. Мы думаем, что все, все сделано, демократия построена, ничего не надо защищать, остается зарабатывать денежки, богатеть, и это тоже справедливо, надо улучшать благосостояние, все правильно, но осторожно, надо продолжать защищать фундаментальные вещи, потому что без демократии, без свободы деньги тоже не работают в нашем обществе, а мы об этом забываем, и в наших школах в Европе не передавали, не воспитывали в духе ценностей детям, говорят, что главное это успех в жизни, личный успех, и мы забыли о ценностях солидарности, солидарность сейчас в условиях кризиса ведет к тому, что страны союза менее солидарны в каждом обществе, еще меньше солидарности между членами общества, вот эти устои, этот цемент, который нас укреплял, раскалывается, и мы начинаем великую битву за восстановление идеи того, что ценности демократические должны быть каждодневно в нашей жизни, в школах, в обществе, в СМИ, в поведении правителей, как общество будет уважать правительство, неэтичная этика, вот ценность в политике, фундаментально в политику приходит не для того, чтобы разбогатеть, в политику надо приходить из убеждения ради идеи, для того, чтобы помочь коллективам, но не для обогащения, это просто ментальная коррупция и реальная коррупция и это вредит обществу, потому что общество смотрит и уже не верит многим из своих правителей, потому что думают о том, что люди пришли воровать, что они пришли обогащаться и это еще один пункт, по которому мы должны бороться, мы должны бороться за этику в политике и в нашей жизни, вообще в обществе не все означает экономическую мощь или богатство, есть и более важные вещи, достоинство людей и свободное общество, и мы чуть ли не на краю того, чтобы утратить такое общество, мы не принимаем навязанное мнение, не принимаем тоталитарные устои, которые ведут к терактам, к фанатизму, конфликтам, мы должны бороться с этим и вновь вооружить наше общество этими ценностями. Когда мальчик в школе учится тому, что он должен уважать своего товарища, если он даже другого цвета кожи, другой религии, или говорит иначе, или из другого общества, или он беженец, бедный он или богатый, все мы человеческие существа, и у каждого из нас должна быть свобода, и нельзя позволять разрушать свободу для других, и это уже подвергается опасности, иногда катастрофические результаты, возникает Brexit, который мы наблюдаем, это ведь не только результат исторического раздражения Великобритании по отношению Европы, или иными словами непонимания, нет, это кое-что еще, к сожалению, манипулировали британским народом, и внушали ему ненависть к иностранцу, ненависть к небританцу, идею реакционного глубокого национализма, результатом стало то, что целое поколение закрыло двери другому поколению для будущего, британская молодежь в отчаянии, и постаревшее население решило закрыть Великобританию, это вред и для них, и для нас, потому что Великобритания очень важна в строительстве Европы, сами понимаете, я много боролся на международных встречах с британцами, потому что у них всегда была своя позиция, нелегкая, но я боролся бы за то, чтобы они остались в Евросоюзах, потому что вот это разнообразие мнений, это ведь и богатство, но, к сожалению, это утрачено, но есть и другие движения, которые пытаются разрушить Европу, мы должны бороться с этим, исходя из реальности, не закрывая глаза на проблемы, на наши ошибки, наши дефекты, недостатки, и говорить нашему населению, что ничего нельзя достичь, просто, что демократия достигается трудом, очень быстро вытрачивается, и очень трудно потом ее восстановить, поэтому это благо, которое мы должны отстаивать ежедневно, и что ценности демократии здесь находятся, они в наших конституциях, записаны, в наших соглашениях, договорах, но это ценности должны быть в наших сердцах, и должны быть частью нашей ежедневной битвы за свободу и мир. Вот размышления, которые я хотел вам сегодня передать. Думаю, что происходящее в Европе означает нечто большее. Мы постараемся в Европе все-таки это поставить под контроль, мы знаем, что битва нелегкая, но это происходит и в России, это происходит и в США. Вот этот полный беспорядок в США с президентом неизвестно, что он скажет сегодня, он не знает вообще, где он находится, и он создает некое смятение, невероятное, террористические группы по всему миру, миграционные потоки бесконтрольные, у нас огромное количество вызов у всех у нас, но простых решений не бывает в стиле диктатур или единомыслия, этого нет. Решения всегда должны выстраиваться на основе демократии и свободы, а простые легкие решения мы знаем, к чему ведут, они ведут лишь к опскурантизму. Ну ладно, я думаю, что мы еще сможем продолжить дискуссию, сами понимаете, что дискурс у меня не очень оптимистичный, но я надеюсь, что он реалистичный, это то, что есть. Повестки дня это вызовы, сложные задачи, Европа, как политический проект, выстраивалась всегда на основе вызовов, сложных задач, мы шли вперед, отступали назад, сейчас очень сложный момент, но я думаю, что мы выйдем из этого и пойдем вперед. есть белая книга комиссии, там много и воды, конечно, но кое-какие идеи неплохие мы можем оттуда извлечь.